Начнем сразу с интересного. Оказывается, Центробанк возражал против ужесточения валютного контроля на фоне падающего в бездну рубля. Об этом пишет Bloomberg, РБК на них ссылается. Напомню. Случилась данная неприятность в середине августа. Тогда национальная валюта рухнула вниз буквально за одно утро и превысила отметку в 100 рублей. Мы об этом рассказывали в прошлом выпуске. Кто не видел, посмотрите обязательно. Так вот, ЦБ нагнули. Ну а кому такие проблемы нужны перед выборами? В итоге регулятор поднял ставку рефинансирования и отказался от жестких мер в отношениях движения валюты, в первую очередь внутри РФ. Курсы в конце концов немного выправились. Сейчас объясню, что все это значит. И говорить, впрочем, хорошего для нас с вами мало, но обо всем по порядку. Это реальная журналистика. И да, хочу попросить прощения за то, что наша программа в последнее время выходит в эфир не по графику, не регулярно, реже, чем обычно. Дело в том, что я два месяца в судах пытаюсь отстоять справедливость. С этими судами полжизни теряю. Не успеваю за всем сразу. Но скоро все закончится и мы, конечно же, войдем в нормальный рабочий ритм. Ну а теперь поехали! Итак, давайте разбираться, что такое хорошо и что такое плохо, исходя из данной конкретной ситуации. Национальная валюта ослабевает. Ну, конечно, это плохо, потому что падение рубля всегда, подчеркиваю, всегда тащит за собой верх цены на все. От хлеба с кефиром до трусов и коммуналки. Почему такое происходит, я подробно объяснял в прошлом выпуске. Останавливаться на оном не буду, но если коротко, ничего своего не имеем. Более чем на 50% являемся импортозависимыми. Плюс жадность отдельных персонажей, которых мы ошибочно называем слугами народа, а также убытки коммерсантов. Вызванные санкциями, нестабильностью внутреннего и внешнего рынков. Короче, экономика очень тонкая штука. Устроена по принципу лампочек. В елочной гирлянде перегорела одна лампа. Начинают с боек все остальные, а то и вовсе ни черта не горит. В Омске в пятый раз за последний месяц подорожал бензин. Стоимость горючего в последний раз обновилась сегодня. Ощутимое повышение коснулось самых востребованных марок бензина и дизельного топлива. Так, с середины июля топливо марки АИ-92 и АИ-95 прибавило минимум 70 копеек. АИ-98 и выше 3,5 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 20 копеек. Прежними остались цены на сжиженный природный газ. Эксперты отмечают, что розничная цена на горючее растет вслед за биржевой. Динамика неутешительная. Следующий скачок цен стоит ждать уже в ближайшей осенью. Дабы остановить дальнейший неконтролируемый рост цен, первое, к чему прибегает Центральный банк, в таких ситуациях резко увеличивает ставку рефинансирования, что, собственно, и произошло на прошлой неделе. До 12% годовых повысил Банк России ключевую ставку. До 92 рублей в моменте снижался доллар перед внеочередным заседанием ЦБ, но сейчас он снова уже выше 99. И больше 3% терял индекс Мосбиржа сразу после официального заявления о новой ставке. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. На первый взгляд решение как бы правильное. Повышение ставки ведет к удорожанию национальной валюты, ну, потому что она становится менее доступной для участников экономического рынка. Биржевые спекулянты, опять же, теряют к ней интерес, занимая выжидательную позицию. Здорово! Рубель-то, как любят врать пропагандисты, начинает укреплять свои позиции, но есть ведь и другая сторона медали во всей этой ситуации. Правильно, вы сейчас подумали. Повышение ключевой ставки, естественно, приводит к повышению стоимости кредитов для малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес во всем мире только за счет кредитования растет и развивается. Берем калькулятор и считаем. Две недели назад ставка была 8,5%. Соответственно, коммерческие банки кредитовали предпринимателей под 12-13%, ну, потому что они еще там свою маржу закладывают. Теперь уже ЦБ дает деньги под 12,5%, а значит, коммерсы их получат минимум по 18%, а то и по 20%. Семен, Семен, ну что вы! То есть было 13, стало 18-20, на 5-7% пунктов выросла стоимость кредитов, и эти 5-7% тому коммерсанту куда-то нужно заложить. А куда? Ну, конечно, в стоимость своей продукции, то есть цена товаров и услуг в любом случае будет расти, может, не такими бешеными темпами, но будет. Ну, либо еще один вариант для предпринимателя существует, объявить себя банкротом и закрыться к ядрению феней, хотя это еще хуже, вспоминаем про лампочки в гирлянде. Закрывается предприятие, оно перестает платить налоги. Бюджет деньги недополучает, дыра в бюджете растет. Кроме того, на бирже появляется новая порция безработных, которые тоже остаются без средств к существованию, значит, тоже не смогут платить налоги. Более того, у этих людей не будет денег, чтобы потратить эти деньги в магазине, и попер принцип домино. Вот как это работает. Значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Ну и это еще не все, теперь переходим к самой главной части марлизонского балета, а точнее возвращаемся к тому, с чего начал сегодняшний выпуск, к ужесточению контроля за валютным рынком внутри страны в первую очередь. К мере этой в ЦБ прибегли в прошлом году как к вынужденной после того, как Россию начали грузить санкциями. В числе прочего, я про санкции, там были такие ограничения, как урезание возможностей по экспорту и импорту, помним, да, а также, вот это важно, запрет на ввоз в нашу страну наличных евро и долларах. Да я пойду в люк набухаюсь. Догадываюсь, что подавляющему большинству наших соотечественников на оно и глубоко наплевать, как раз одного такого только что показал, но я и не для них все это снимаю, а вам скажу. Помните, как тогда же в нашем лексиконе появилось такое прекрасное словосочетание параллельный импорт? Многие мои коллеги еще посмеивались, мол, речь идет об узаконенной по сути контрабанде. Да, это так, но недаром выше сказал, это была вынужденная мера, поскольку Россия, повторюсь, с упорством идиота, зависит от импорта по самые уши, ингредиенты и комплектующие, технологии и даже целой группы товаров, например, лекарства. Или там запчасти для автомобилей и самолетов, станки для заводов и фабрик, наконец, до утра можно перечислять. По телевизору-то сколько угодно, они могут хорохориться и глупцам в уши любую ахинею лить, они там без нас пропадут. Вот только что пришла весть, что Владимир Владимирович, наконец-то, недружественным странам сказал, что вы будете покупать газ за рубли. Теперь берите рубли, покупайте их, а нам в казну давайте только рубли. Никаких долларов, наконец-то, вы его вынудили, он долго терпел. Молчал, жалел, все Владимир Владимирович делал для всех стран мира. Но вы, западники, которые воинственно относятся к России и к нему в частности, вы его вынудили к этому. Молодец, давайте теперь за наши рубли. Оставь меня, старушка, я в печали. Вот только, ну никак не пропадут мерзавцы, этакие полтора года прошло, они все не пропадают. И даже параллельный импорт, как оказалось, нуждается в свободно конвертируемой валюте, а не в рублях, как нам об этом пели все это время. Посему в прошлом году, в 2022, ЦБ и принял решение обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки государству. Согласен. Решение спорное. Ну а что делать? Внешнюю торговлю как-то вести надо. Чем-то с иностранными купцами рассчитываться необходимо. Вряд ли вот эти вот забугорные купцы готовы брать в качестве оплаты старух из отрядов Путина. У них там своих неадекваток хватает. И в общем, так и жили полтора года. Вдруг сегодня выясняется все. Ничего этого больше не нужно. Центробанк больше не станет обязывать экспортеров сдавать доллары и евро в казну. Больше всего понравилась формулировка, с которой чинуши-банкиры этот свой отказ озвучили. Все равно ведь найдут обходные пути. Я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться на это. А остальные? Международный проезд, вы это читали? Если честно, у меня примерно такой же была реакция, потому что ну вот хоть убейте, я не врубаюсь. Какие обходные пути возможны, если ты возишь по параллельному импорту, например, лес или бензин? Речь ведь идет не о спичечном коробке и не о литровой фляжке, которую можно незаметно в трусы засунуть. Тут же бензин. Где-то там в Янау качают нефть. Затем эту нефть надо довести до условного Омска на тамошний НПЗ. На НПЗ сделают из нее нефтепродукты. Отгрузят их в железноторожный состав. Состав через полстраны протащат к южным или северным морям. Там все это перегрузят в танкеры. Как все это можно сделать незаметно? Объясните мне тупому, что за обходные пути такие. Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дыма встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Ага. Хотя объяснение всему этому, конечно же, есть. Просто похоже, прикорытники решили поставить крест на нашей стране. Спасать, видимо, уже нечего. Вот и пролоббировали данную аферу, чтобы получить возможность беспрепятственно вывести из страны то, что еще можно вывести и прикарманить. Я очень хочу ошибиться, друзья, очень. Но более разумного объяснения, скажем, для данной ситуации просто не нахожу. Читатели моего телеграм-канала знают. Я как-то шутил в свое время. Проснемся мы однажды утром. А в стране нет ни одного чиновника. Ни одного депутата. Госучреждения открыты. Настежь. Везде пусто, включая Крем или Белый дом. А вместе с госслужащими исчезнет и все остальное. Деньги, предприятия и граждан с банковских счетов. Пенсионные накопления, предметы искусства из музеев. Да вообще все, что представляет хоть какую-то ценность и что можно толкнуть за бугром. Я-то тогда действительно шутил и сейчас все чаще задумываюсь, а может и не шутил. Ладно, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Напоминаю, во ВКонтакте в Одноклассники через VPN. Остальные площадки без ограничений в друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.